Здравствуйте, дорогие! 30-летняя годовщина победы неоколониального глобалистского режима в России ознаменовалась рядом символических инициатив. Так, бывшая высшая партийная школа при ЦК ВКПБ, она же Коммунистический институт имени Якова Свердлова, она же Российский государственный социальный университет, представила систему социального рейтинга с, опять же, символическим названием «Мы». Прямая отсылка к роману «Антиутопия» Евгения Замятина с одноименным названием. Дорога к превращению самого непокорного и самого талантливого народа на земле, русских, в Замятинских номеров или, если кому-то так больше нравится, в служебных людей, открыта. Впрочем, РСГУ лишь назвал вещи своими именами. Система социального рейтинга разрабатывалась давно и подготавливалась всей концепции так называемой цифровизации, которая последовательно реализуется в России по методикам глобалистов с 2016 года. Еще один праздничный звоночек от глобалистов произошел в Великом Новгороде. Там, нанятые властями московские подрядчики, так талантливо дорисовали эмблему города, за которую проголосовали новгородцы, что с нее исчезли все православные символы, в частности, кресты. Кто-то сочтет это ошибкой или дуростью, мы же видим в этом вполне себе глобалистскую тенденцию. Ведь основой идеологии трансгуманизма, то есть глобализма, является сатанизм. А бесы, как известно, не терпят христианских символов, их корежит от крестов. Именно этим объясняется та война с религиозными символами, которую мы наблюдаем и наблюдали последние десятилетия в Европе и в Америке, где даже рождественские елки запрещают. А еще в России анонсировали очередные выборы Путина. Но выборы нетипичные, так сказать, нового образца, или, вернее, имитационной модели. Потому что за эти 30 лет мы с вами привыкли, что под выборы народу что-нибудь достается. Хоть какие-нибудь кости, но нам кидают. На этот раз правящая номенклатура даже не пытается делать вид, что хочет понравиться народу. Так для Профор мы выпустили Шойгу, который что-то пробубнил про то, что мобилизации не будет, ну, судя по всему, до выборов. И Пескова, который призвал граждан не обращать внимания на то, что доллар стоит уже больше 100 рублей. Что это, если не демонстрация неадекватности политической системы и потери ее связи с реальностью? Где системные меры по борьбе с миграцией? Где отказ от политики договорников и перехват стратегической инициативы на фронте, которая одна и может обеспечить победу? Где смена экономического курса? Где, наконец, разбор ошибок и наказание виновных, то есть наиболее токсичных представителей нашей политической номенклатуры? Ничего этого нет и близко. А соцсети заполнены слухами о предстоящих договорниках, ковидобесии и тому подобному. Мало того, система не сдает своих, даже в случае их откровенной дурости и стратегических провалов. Вроде истории с постом Маргариты Симонян, за которую велели вступиться к Адырову. В условиях такой вот неадекватности энтропия в обществе нарастает. Недовольство во всех стратах увеличивается до критических величин. И это касается не только внутреннего, но и внешнего периметра. Посмотрите, что происходит в той же Армении и на всем постсоветском пространстве. Где у нас, в общем-то, очень много союзников. Получается, что глобалисты опять, как и 30 лет назад, побеждают. Просто пока не стреляют из танков по Верховному Совету. Впрочем, есть, конечно, и отдельные хорошие новости. И мы постоянно о них говорим, специально их выискиваем. Но они не перевешивают общей тенденции. Так, в эти дни мы увидели удар мощной бомбой ФАП-1500 по штабу натовских главарей на территории бывшего СССР. Мы увидели заявление главы Федерации художественной гимнастики Ирины Винер, которая заявила о том, что ее воспитанницы не будут выступать под белой тряпкой. Наконец, мы стали свидетелями непонятного ЧП в Оксфорде, который взорвался, по официальным данным, от молнии. Соцсетия уже переполнены конспирологическими версиями о том, что британцы разрабатывали какое-то новое оружие и пострадали. У нас пока на этот счет нет никакой своей информации. Но есть хорошая русская поговорка – Бог шельма метит. Сегодня церковь отмечает память двух очень интересных святых. Один из них – это пророк Иона, который за свое нежелание выполнить волю Божью провел три дня в чреве кита. А вторая – это блаженная старица Паша Саровская. Ее еще называют Праскевой-Дивейской. Вот эта святая по преданию встречала государя императора Николая II, его семью, рассказала им, что будет с Россией и предсказала, что через 110 лет после убийства царской семьи, то есть в 2028 году, уже через пять лет, в России снова будет царь и Россия возродится во всем своем величии. Так что унывать нам не стоит. Впереди нас ждут только победы. Как бы ни пыжились глобалисты и их местная обслуга. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok